приветствую путник сегодняшняя история называется бизнес на нехороших квартирах позвольте представиться я риэлтор занимаясь паре со своим партнером по бизнесу довольно узким и специфичным сектором рынка недвижимости а именно нехорошими квартирами схема простая как пять рублей мой коллега изображает из себя мага экстрасенса ведуна в десятом поколении ведет несколько пабликов фк где заявляет что специализируется на магической чистке помещений ну знаете выгоняет барабашек усмиряет домовых отправляет неупокойных родственников обратно на кладбище ну вы поняли приезжая по вызову он делает сложные пассы руками и ходит по комнатам со свечкой параллельно ненавязчиво расспрашивая хозяев квартиры о подробностях их местного портала в хаус как правило жителями таких квартир являются поехавшие бабки или типичные сорокалетней тетки с эзотерической интоксикацией от постоянного просмотра рентв или тв3 их очень легко убедить в том что ваш конкретный случай очень сложный на данный момент я сделал все что могу но я настоятельно рекомендую вам продать квартиру как можно скорее моя защита лишь временная кстати с вас 5 10 15 20 тысяч за вызов через пару дней на входе в подъезд появляется объявление где крупными буквами написано куплю квартиру в вашем доме телефон такой-то как вы уже догадались здесь дело вступаю я как только поступает звонок с уже знакомого номера клиентов моего коллеги я сразу же выдвигаюсь на адрес квартире я всячески следую своей роли приговаривая ой что-то тут у вас как-то неуютно почти всегда ответом на мою фразу является рассказ хозяев с краткой рекапитуляция всех зал включения этой квартиры включая упоминание некого сильного мага который посоветовал быстрее переехать таким образом я могу занесить цену квартиры на 20 или даже 30 процентов моим личным рекордом является 60 процентная скидка по сравнению с рыночной ценой аналогичной квартиры с аналогичными бытовыми параметрами покупатели находятся очень быстро а моя комиссия который мы с коллегой делим пополам выходит просто шикарной вы можете осуждать меня за такие моральные методы ведения бизнеса но поверьте это победная ситуация ведь известно что в 90 процентов случаев барабашка живет лишь голове жильцов являясь продуктом их неврозов или других психических заболеваний хозяева жилья слепо верят уверенному голосу архимага экстрасенса вы только переезжайте как можно быстрее и у вас все пройдет в остальных случаях всякие необъяснимые звуки устраняются перекрытием сквозняков небольшим ремонтом сантехники или прочисткой вентиляции о какой чудовищный вой может издавать ветер в винт коробе полно мертвых птиц и мусора как вы уже поняли целевой аудиторией моего бизнеса являются люди скажем так не совсем уравновешенные с точки зрения психиатрии пару раз бывшие клиенты уже разменяв по совету коллеги экстрасенса свою шикарную трешку на в днх на однушку в марина снова вызывали его с просьбой о прочистке кармических засоров и выдворение загулявших барабашек но была у нас семья клиентов узнав подноготную которой через третьих лиц и я почти что поверил существование ангела-хранителя а точнее очень удивился что они нас коллега еще не раскусили и не добавили к своему личному кладбищу глава семейства бизнесмен родом с урала с 90-х свое время занимался импортом экспортом всего что покупается и продается параллельно заносил подарки местный территориальный отдел конторы глубокого бурения вроде бы типичная биография для предпринимателя его времен за исключением одного нюанса мужик пользуясь протекцией органов валил своих конкурентов максимально демонстративно расстрелы на свадьбах гранаты на похоронах отрезанные части тел это лишь малая часть его художеств под конец 90-х он настолько потерял берега что его лично привезли в отделение конторы погрозили пальчиком из москвы подарки подарками но нормы приличия нужно же иметь бизнесмен намек услышал и стал постепенно отбелять свой бизнес вкладывая средства в легальные методы заработка но что-то ему постоянно мешало спать то шорохи какие-то то окошку в коридоре споткнется которая оказывается весь вечер на диване в зале было в общем типичный набор нехорошей квартирки нашему клиенту это надоело да и разбираться во всякой чертовщине в 50 лет не очень уж и хочется и переехал он в пятикомнатную квартиру в москву район бульварного кольца на месте он оставил толковых управляющих так что деньги капали где поспать было что покушать тоже да и к начальству поближе удобно вопросы напрямую решать да вот что-то опять через год после переезда начали его какие-то мысли беспокойные мучить его жена каким-то образом убедила его обратиться к сильному магу с кучей рекомендаций здесь уже привожу цитаты переданные мне моим штатным экстрасенсом прихожу я домой а темнота какая-то неестественная в углу будто бы не просто тень а какая-то фигура я моргнула она хлобысь и пропала иногда просыпаюсь будто кто-то за ногу тащит одеяло скидываю что-то прошелестит а никого нет и за ногу тянуть перестают потом мой личный друид 80 уровня поговорил с его женой которая постоянно сидела дома там уже был типичный набор жалоб мол краны сами открываются шепот какой-то и прочее причем как она утверждала когда муж командировки никаких происшествий не происходило слово за слово отработали по стандартной схеме только учитывая статус владельца довольно большая часть комиссионных от сделки ушла на безопасности проверенных юристов комиссионные были просто астрономические мне с коллегой пришлось почти на полгода прервать общение не встречаться лично для сохранения тайны нашей схемы примерно спустя полгода коллега получает звонок от того мужика и просьбу приехать почистить квартиру видно что-то с собой принес сразу мы не рискнули обрабатывать их второй раз так что коллега вновь поводил свечкой воздухе скорчу сложную гримасу взял жалкие 50 тысяч как чаевые и порекомендовал успокоение ради немедленно выкинуть все вещи которые не перевезли со старых квартир особенно с той что было в провинции вроде бы это помогло им на три месяца но тут коллега получает звонок снова со словами она вернулась что делать далее со слов хозяев посуда стала греметь еще громче свет начал выключаться сам но только в те моменты когда глава семейства находился дома мой друг взял паузу на пару дней на подумать перед тем как выехать на точку в это время мы с ним решали что делать с такими приставучими клиентами очевидно что этот успешный бизнесмен немного начинает ехать крышей на почве своей бурной молодости решили поступить таким образом коллега съездит и снова порекомендует скорейший переезд так как квартира уже была ранее загрязнена энергетикой старых вещей а насчет отработки схем с продажи я договорился разрулить с одним своим коллегой по цеху чтобы самого себя во второй раз не светить ему незачем было знать о всей схеме просто за довольно солидный процент от комиссии я дал ему адрес и обрисовал двух словах ситуацию мол беспроигрышный вариант согласятся на любую цену молниеносная сделка денег у них немерено на том и порешили сделка и оформление кстати прошли действительно молниеносно съездив отдохнуть в аргентину на два месяца и вернувшись в москву я решил позвонить коллеге спросить на что он свой гонорар решил спустить но реальность превзошла все мои ожидания как только оставил российскую симку свой телефон он тут же выдал несколько пропущенных за вечер с номера коллеги я сразу же ему перезвоню трубку он взял моментально помнишь наших клиентов ну того полу бандита здесь стоит отметить что после крупных сделок мы не только старались не встречаться лично но даже созваниваться старались пореже а сейчас был звонок с его личного номера да еще и с обсуждением клиента первых словах видимо случилось что-то действительно серьезное тем более голос коллеги был каким-то дрожащим я сделал глубокий вдох и ответил примерно вспоминая кто-то где-то когда-то был мой смешок получился довольно натянутым неделю назад звонила его жена сказала срочно приезжать и чистить квартиру после покойника тот мужик из окна выбросился давай четко с расстановкой по порядку я не знал как реагировать на такое такая ситуация на случилось впервые слушай внимательно я сам на нервы до сих пор далее коллега начал тараторить как из пулемета в общем времени решать не было я приехал сразу жена у него слезах только-только 9 дней случилось я начал расспрашивать что да как жена в отказ говорит сначала почистить стандартно напустил мистицизма свечки амулеты и все такое потом она стопку налила помянуть мужа а прокинул начал снова расспрашивать короче мужик с катушек съехал на третью квартиру заезжал вообще голым без шуток приказал жене раздеться чтобы ни одной нитки из прошлых квартир не принести сам тоже из подъезда голым порог переступал потом дал сверки с бельем видимо строителей попросил купить и завести вся утварь тоже новая потом буквально через пару дней начался пиздец да она так и сказала пиздец и реветь начала тарелки начали с серванта летать ножи падать двери хлопать причем все было не только присутствие мужа но было направлено против него нож когда с подставки падал то ему прямо на ногу тарелка из серванта едва не угодила ему в голову я слушаю я охуеваю они похоже на пару ёбнулись в один из вечеров муж прибежал в спальню весь нервный без конца повторял колывановы пришли господи помилуй на вопросы не отвечал только по квартире бегал про тени говорил саму жену из дома выгнал дал 20 тысяч на отель со словами пережди пожалуйста они за мной ее возражение не слушал силой вытолкал и пальто уже через дверь в подъезд кинул она охуела с такого скорую вызвала но и ментов выходит во двор машины встречать а там пиздых тело мужа приземляется прямо на стоянку из окна сиганул но я взял небольшую паузу этого наверное стоило ожидать ты же сам с ним общался все видел может быть но вот только потом я из интереса пробил кто такие эти колывановы были мужик тот помнишь на урале куралесил я через общих знакомых так мы называли знакомых в органах которые перед сделками пробивали нужную нам информацию узнал кто такие колывановы чисто за интереса но лучше бы не узнавал оказывается в те времена кто-то жёг заживо подвале частного дома в городе того мужика целую семью предпринимателя кто жёг неизвестно дело глухое было мужик был одно время под подозрением как заказчик мотив был конкурентом но ничего доказать не смогли даже до суда дело не дошло развалилась на стадии следствия короче слушай я вдову расспросил после самоубийства вообще все прошло ни звуков ни теней ничего она меня подстраховывался вызывала и пока что тихо не звонит больше денег дала за последний вызов просто дохуя твоя доля там есть сейчас перечислю если она снова будет мне звонить то я думаю просто дам ей телефон психотерапевта доверенного обрисую ситуацию пусть уже ей самой нервы лечит после череды комиссий с квартирных сделок с тем мужчиной я заработал себе достаточно денег чтобы как минимум два года ничего не делать но меня гложет лишь один вопрос если он действительно был сумасшедшим которого мучили кошмары из прошлого что вполне логично то почему жена утверждала что тоже видела всю эту чертовщину спасибо за прослушивание пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно еще увидимся